Здравствуйте, глубоко уважаемые зрители! Качественная, к тому же не искаженная конфликтом интересов научная информация в свободном доступе практически отсутствует. Наша виртуальная клиника анестезиологии и интенсивной терапии предлагает именно такой формат информации. И сегодня в фокусе нашего видео акцент на роли ГАД-терапии при сепсисе. Что такое ГАД-терапия? Это сочетание гидрокортизона, аскорбиновой кислоты и тиамина. Препарат вводится внутривенно. А дополнительной особенностью является то, что аскорбиновая кислота и тиамин применяется в мегадозах. В журнале ЧЕСТ представлены результаты исследования Оранжес. Почему именно такое наименование, ни из текста работы, ни из материала, представленного на регистрационном сайте, я так и не понял. Тем не менее, наименование Оранжес. Дизайн исследования. Рандомизированное, двойное, ослепленное, плацебо-контролируемое исследование эффективности и безопасности ГАД-терапии больных с сепсисом и септическим шоком. В результаты включены данные 137 больных. В исследуемую группу распределены результаты исследования 68 пациентов, контрольную 69 больных. Цель исследования. Оказывает ли влияние на исходы сепсиса и септического шока назначение ГАД-терапии? В каких дозах и с какой периодичностью вводили препараты? Аскорбиновая кислота. 1,5 грамма внутривенно каждые 6 часов. То есть суточная доза 6 грамм. 1,5 грамма внутривенно каждые 12 часов. 2,5 грамма внутривенно каждые 6 часов. Основным показателем исхода считали временной интервал докупирования шока. При этом назначение ГАД-терапии способствовало сокращению времени докупирования шока практически в 2 раза, в среднем с 53 часов до 27 часов. Но по другим показателям исхода. Летальность в стационаре. Летальность в отделении интенсивной терапии. Продолжительность госпитализации в стационаре. Продолжительность госпитализации в отделении интенсивной терапии и реанимации. Динамика прокальцитонина. Количество суток без аппаратной поддержки. Формирование острого повреждения почек. Разницы не было. И различия между группами были недостоверны. И что важно. Концентрация оксалатов в моче четвертым сутком терапии между группами не отличалась. О чем свидетельствует видеоряд, представленный на слайде. Авторы приходят к следующему выводу. ГАД-терапия безопасна. Сокращает продолжительность шока у больных с сепсисом. Эффект, вероятно, связан с компонентом аскорбиновая кислота в составе ГАД-терапии, а не минералкортикоидным эффектом изолированного назначения глюкокортикоидов. Необходимы дальнейшие рандомизированные контролируемые исследования с большой группой исследований для определения, улучшают ли ГАД-терапия показатели летальности или сокращают продолжительность госпитализации в отделении интенсивной терапии и реанимации. Одновременно с этим в журнал JAMA поданы результаты и новые исследования, получившего название «Вайтминс» от английских слов «Витамин С», «Гидрокортизон», «Тиамин» у больных с септическим шоком». Дизайн исследования. Многоцентровое, открытое, рандомизированное клиническое исследование. В анализ включены данные 211 больных, из которых 107 распределены в группу терапии, 104 – в группу контроля. Цель исследования. Оказывает ли влияние на исходы септического шока назначение ГАД-терапии в сопоставлении с монотерапией гидрокортизоном, то есть контрольная группа не плацебо, а применение гидрокортизона. Препараты в исследуемой группе использовались в той же дозе, с той же периодичностью, что и в исследовании «Оранжес». Но в контрольной группе вводили гидрокортизон в дозе 50 мг внутривенно каждые 6 часов. Основным показателем исхода считали скорость купирования шока. Не по основному показателю исхода. Не по дополнительным показателям исхода. Летальность на протяжении 28 суток. Летальность на протяжении 90 суток. Летальность в отделении интенсивной терапии и реанимации. Летальность в стационаре. Кумулятивное количество суток без вазопрессоров на протяжении 28 суток. Кумулятивное количество суток без аппаратной поддержки на протяжении 28 суток. Кумулятивное количество суток без почечно-заместительной терапии на протяжении 28 суток. Динамика показателей по шкале СОФА на протяжении 3 суток. медианное количество суток без нахождения в отделении интенсивной терапии и реанимации на протяжении 28 суток, медианная продолжительность госпитализации в сутках. Разницы между группами выявлено не было, и достоверность между показателями была статистически недостоверной. Авторы приходят к следующему выводу. У больных с септическим шоком терапия комбинации внутривенно вводимых витамина С, гидрокортизона, тиамина в сопоставлении с изолированным применением гидрокортизона не сокращает применение вазопрессора в течение 7 суток. Полученные данные полагают, что терапия витамином С, гидрокортизоном и тиамином, вводимыми внутривенно, не ведет к более быстрому оккупированию септического шока в сопоставлении с изолированным применением внутривенно вводимого гидрокортизона. Индуктором нового интереса к метаболической терапии инфекционных процессов в целом и применению ГАД-терапии в частности стали исследования профессора Пауля Мерик, который выполнил небольшое исследование ГАД-терапии с очень впечатляющими данными. Об этом подходе я рассказывал на нашей конференции в октябре 2019 года. ГАД-терапия очень привлекательна. Тем не менее, в 2020 году опубликован новый гайдлайн с компанией за выживаемость при сепсисе. Этот раздел посвящен детям. Впервые детская практика получила такой объемный аналитический документ, который по своему охвату гораздо емче соответствующего протокола для общей практики. В гайдлайнсе для детского возраста констатировано. Мы полагаем не использовать аскорбиновую кислоту, витамин С, в лечении детей с септическим шоком или иными сепсис-ассоциированными дисфункциями органов. Слабая рекомендация. Очень низкого качества факты. Мы полагаем не использовать тиамин для лечения детей сепсис-ассоциированной дисфункцией органов. Слабая рекомендация. Малого качества факты. Убоку уважаемые зрители. В фокусе нашего видеоакцента была информация по одному из аспектов так называемой в последнее время метаболической терапии сепсиса и септического шока. ГАД-терапия. Весьма привлекательна. Окончательного ответа «за» или «против» пока нет. Но об этой опции необходимо помнить. Ее правомерности даст оценку будущее. Обращайтесь к нашему сайту виртуальной клиники анестезиологии и интенсивной терапии. Его электронный адрес criticalcare.com.ua Он связан с нашей вебинарной площадкой, состоящей из двух разделов – вебинары и библиотека. Адрес вебинарной площадки – critcare.inmeds.com.ua Дополняет сайт и вебинарную площадку обновленный канал виртуальной клиники анестезиологии и интенсивной терапии на YouTube. При необходимости вы можете связаться со мной по электронному адресу criticalcare.ukr.net. По этому адресу могут связываться и потенциальные инвесторы в информационное веб-пространство. В крайнем случае – по мобильному телефону, номер которого указан в нижней части слайда. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok